здравствуйте уважаемые любители настольного тенниса здравствуйте сегодня в этом видео мы познакомимся и рассмотрим такие шипы здравствуйте уважаемые любители настольного тенниса здравствуйте В этом видео мы познакомимся, потестируем такие шипы от фирмы Янхе Милки Вэй, как Уранус Поли. Видите, она поставляется в такой золотистой упаковке. Может быть, если вы помните фильм «Криминальное чтиво», там они открывали сейф, и на них лился золотой свет. Но тут такой же эффект, когда попадают лучи. Вообще эти шипы, они относятся к коротким. Вот, посмотри, Сергей, по-моему, даже насечек на них и нет. Ну да, такие мелкие насечки, конечно, видно, что по сравнению с Торнадо, там более такие насечки видимые. Ну, Торнадо, Варану, да. Мелкие насечки. Первый раз, когда я увидел, мне подумалось, что нет вращения, нельзя дать вращения, они какие-то противные, с небольшим контролем. На самом деле оказалось, что они дают вращения, конечно, не такое сильное, как Торнадо, Варан. И есть свои достоинства. Пробовать мы будем на основании High-Tech Cypress Carbon, это OFF+, от доктора Нибаура. Но я отмечу, что я играл 3-4 месяца этими шипами на основании тоже Matador Texto Balza. Вот. И я скажу, что и на этом основании, и на Matador, это класс OFF, они хорошо звучали. Но полностью, чтобы показать их возможности, я выбрал основание High-Tech Cypress. Почему? Потому что это основание High-Tech прежде всего предназначено для игры с шипами. Ну что, начнем с подрезки. Давайте попробуем. Попробуем. Смотрим. Смотрим. Попробуем. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пробуем! Субтитры делал DimaTorzok Что можно отменить по накату? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Сразу отмечу, что при начале попадрезки справа-слева требуется безусловно определенная техническая подготовка. Все-таки сцеп у шипов средний. Они цепляют мяч, но не столь сильно, как некоторые гладкие или шипы. Поэтому требуется безусловно обработка мяча. Отмечу так, что мячи выше сетки можно сразу вбивать плоским ударом. Особенно с использованием такого плана основания. Ну и при определенной подготовке и даже по мячам с сильным запилом можно начинать довольно плотно. Ну да. Ну даже понятно, что если мяч более высокий, там летит очень сильный удар и понятно, что это создаст проблемы. Но даже если вы пропустили мяч, немножко подыграли, как накрутили на стол, то соперник может не оценить вращение и либо поставить в сетку, либо сырать за стол. Тут тоже проблемы у него создаются. Хорошо. А сейчас давайте я попробую поусиливать мяч по опускающимся в шаге от стола, в двух шагах. И посмотрим, что с этого получится. Пробуем. Продолжение следует. Попробуем. Попробуем. Т Перекручиваю. Давай я попробую перебить с дальней зоны твоей топ-спин. Давайте, интересно. Ну, что ж, посмотрим. Довольно так трудоемко, знаешь, бегать, крутить мяч. Ну, слушай, я попадал. По сути дела мы с первого раза сняли довольно сложный такой элемент. То есть мы крутили. Что там вообще летит от меня? Ну, знаете, летит такой мяч, похожий на топ-спин. Но порой сложно оценить это вращение. Я думаю, будут ошибаться соперники. Потому что когда классический перекрут, все-таки все предсказуемо. А тут иногда такой плоский мяч, и можно ошибиться за стол. Самое интересное, ну, как бы принято считать, да, что игра короткими шипами на быстрых основаниях. Это как бы вот возле стола, да, такие переводы, все. Но здесь я этими последними и предыдущие я усиливал по опускающему мячу из дальней зоны. В целом мне было удобно переводить. Вот я и по прямой там перевел. То есть открывает новые грани. Возможно, это уже такая современная игра шипами. То есть можно играть даже с дальней зоны. Ну, если вас в розыгрыше отогнали, то можно... Да, можно обороняться не подрезками, как многие там защищаются, кто играет шипами короткими. А можно вполне и найти контратаки. Сейчас мы, чтобы завершить наш тест Уранус Поли, мы вооружим им Сергея, и он немножко понакатывает справа-слева. Ну, и выскажет свои мнения, и мы подведем окончательные итоги. Пробуем. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Закончились тесты. Уранус от фирмы Милкивей. Вообще это уран-планета, уран-радиоактивный элемент. И поэтому... Что тут поэтому? Не знаю, Максим Валимий. Ну, в общем, никак это может быть и не относится к игре, а относится к тому, что фирма Янхе создала довольно интересный, такой теннисный, качественный продукт. Необычные шипы, которые вроде и без насечек оттянут, которые можно играть и в дальней, и в ближней зоне, и начинать там и по-подрезке, и переводить, контратаковать. Очень интересное изобретение. Возможно, те, кто ищет свои шипы, как раз придется по душе этот продукт. Ну что, на этом все. До новых встреч. С вами были Максим Черепнин. И Сергей Барновский. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Про защиту уранусом гебра на губке 2 мм на основании Long 8S. Хочу сказать, что на этом основании эти шипы в защите дают самые широкие и самые разнообразные возможности, то есть можно с любых мячей делать... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok